Лесбийская семья И на Западе постфеминизм и постгей время, скажем так, это, ну, понятно, что это не исключает ни сексизма, ни гомофобии, да, но уж там, где живем мы, понятно, что никакому постфеминизму, собственно, говорить не приходится. И вот, как бы, почему это ликбез, да, потому что мы сталкиваемся с проявлениями на самом базовом, элементарном уровне и, как бы, воспринимаем все это некритично. Например, из вчерашнего дня, во время этого джазового фестиваля, который сейчас проходит в Бишкеке, значит, исполнялась песня «Караван» и одна бишкекская кыргызстанская группа решила, значит, творчески осмыслить представление этой песни. И на песне на сцену вышел, значит, арабский, не знаю, там, шейх он или не шейх в сопровождении четырех адалисок. И вот, собственно, это представление было, значит, мужчина лежал, курил кальян, а вокруг него крутили животами, как декорации, четыре девушки. Это, как бы, наверное, в зале не вызвало вообще никакого, не то что осуждения или возмущения, то есть это даже никого, по большому счету, не покоробило, да, что, там, сегодня в 21 веке, мало того, что там банальнейший арабский штаб, да, но и сексистский, да. Ну, единственное, чем, как бы, я не думаю, чтобы была попытка уравновесить, да, это молодой человек станцевал, значит, я не знаю, танец с ягодицами, то есть то, что исполняется женщиной, да, но... В общем, именно поэтому, именно поэтому мы говорим о гендерном ликбезе, это наша маленькая попытка сделать те вещи, которые являются уже частью практически здравого смысла во многих местах, во всяком случае, в академической, художественной, культурной среде, сделать доступными, вообще внести их в повестку. И именно поэтому, вот, мы начинаем этот курс с финансового налива, который я предоставляю снова. Про лекцию называется, я назвала ее «На перекрестках знания, власти и дискурса». И это вот у меня идет, как введение в тему электрон-трана. И, честно говоря, я думаю, что наверняка многие все знают, то, что я уже здесь говорила. Наверное, это был бы ликбез, может быть, и потом опять-таки такой ликбез, как на Фейсбуке обсуждают, критикуют, что это был бы какой-то неправильный ликбез, потому что многие люди бы не воспринимали бы терминов, которые я использую, и которые будут использоваться в этой лекции и нами. Но мы не на базаре, не на узком базаре еще где-то. Мы с нашим маленьким кругом и будем обсуждать очень интересную лично для меня тему. И почему я согласилась, почему я с удовольствием приняла предложение штаба Георгия Атсаны поучаствовать в серии лекций, потому что меня очень саму интересует тема дискурса власти и переплетения сознания. И как это влияет на гендер, на сексуальность, как конструкты, социальные конструкты, и насколько это влияет на нашу жизнь в целом. Ну, в общем, не будем тянуть кота за хвост и начнем. Но для этого, как, в принципе, наверное, вы уже видели в описании, я предполагаю, что это будут интерактивные лекции. И это даже не лекция, это больше, наверное, обсуждение. Семинар. Да, семинар в каком-то плане. То есть я ни в коем случае не ставлю себя выше или умнее, или знающей больше, или еще что-то. Вот, надеюсь, очень сильно на вашу тоже осведомленность, или, по крайней мере, активное внимание и участие. То есть если вы даже не знаете, то вы сможете рефлексировать и принимать участие в дискуссии. Поэтому первый вопрос для обсуждения – это почему социальные конструкты, что это такое вообще в целом. То, что, как бы, цикл лекций в апреле, шерсть, над которой он взял, а я, называется «Гендер-сексуальность как социальный конструкт». Вот, поэтому, что такое социальный конструкт, как вы думаете, в вашем понимании? Ну, не «как вы думаете», но «знает отлично». Я более чем уверена, что кто-то это знает. Даже пальцем могу указать, мне этого делать не буду. Ну, это, наверное, модель, по идее, не общая. Да. Да, да, да. То есть то, что определяется на позе отношения, на позе отношения. Угу. Некие модели, которые приметы как норма. Да, да, да. И вот тут, в принципе, очень важный момент – то, что люди соглашаются. То есть это, как бы, такая, консенсус реальности в каком-то плане. То есть мы соглашаемся, что будет так-то, и, в принципе, ведем себя в соответствии с этим соглашением. То есть это… Иногда это может быть действительно там что-то реальное, обусловленное от рождения. Вот. А иногда это может быть то, что придумали, и мы просто примеряем на себя. И ведем себя в соответствии с этими социальными конструктами. Вот. Отлично. Значит, в принципе, вот. Раз мы согласились над тем, что такое социальный конструкт, значит, мы имеем какой-то определенный общий граунд, общую основу для дальнейшей дискуссии. Кратко немножко расскажу, о чем будут мои лекции. Это мои лекции будут в вопросах гендера и социальности с точки зрения социальных конструктов, и именно с точки зрения любимых мною Мишеля Фуко и Зигмунта Баумана. Ну, Зигмунта Баумана я еще не настолько хорошо, как бы, знаю. Хотя я не говорю, что Фуко тоже знает хорошо. Вот. Но Фуко я очень сильно люблю, а Баумана только начинаю любить. Вот. Ну, они очень интересные, у них очень интересные есть теории и книги, написанные на схожие темы, на основе которых я вот, ну, как бы, экстраполирую. Я состояла свою лекцию сегодняшнюю. Ну, и в будущем лекция будет тоже основываться на двух теоретических выпусках. Вот. Получается, то есть, мои лекции о вопросах гендера и сексуальности с точки зрения социальных конструктов сконструированных в эпоху просвещения. То есть, это не сейчас. В частности, это как раз вопрос поднимался Мишеля Фуко во многих его книгах, в принципе, можно сказать. То есть, он вообще историк, поэтому у него очень сильный уклон или кремль идёт академический, ну, как бы, на раскапывание древности, можно сказать. У него даже есть книга называется «Археология знания». Вот. И, то есть, получается, начало этим социальным конструктом было положено в эпоху просвещения, в эпоху прогрессивизма, веры в будущее, веры в науку, в то, что мы можем всё вычислить, всё решить и решить все проблемы мира. Нам нужно просто учить, учить, учить и учить. Вот. И далее, в последующих эпохах, естественно, достигших своей высшей, наверное, точки в нынешнее время, в нашу эпоху, которую многие, кстати, считают или склонны считать постмодерным или постмодернити, да, но вот тут вот как раз таки идея или мысли Баумена, что при ближайшем рассмотрении нашего времени оказывается, что мы всё равно всё ещё живём в модерне. Хотя считается, что модерн – это вот тридцатые годы, двадцатые, тридцатые годы, сороковые, может быть, потом, после мировой войны, и всё, нет, он бывал крутой, там, флюктурирующий, хаотический постмодерн. Нет. На самом деле, согласно Баумену, и я вскоре согласиться, мы живём в модерне, в котором до сих пор точно так же ценятся прогрессивизм, научность, опять-таки вера в то, что мы можем что-то решить, медикализацию, нормализацию и патологизацию, и если это патология, то мы можем как-то её вылечить, а если это не вылечим, значит, это что-то, что не заслуживает существования и так далее. То есть, есть определённая бинарность, и мы живём в таком бинарном модерном мире, в котором плохое, хорошее, белое, чёрное, норма не было. Прости, что при этом можно по медикализации. Ну, то есть, когда мы берём один, вот в частности, медикализация, наверное, имеет отношение к вопросу сексуальности, то есть, когда гомосексуальность, бисексуальность или любые сексуальные ориентации, не являющиеся гетеросексуальными или доминантными в данном обществе, считается, что это болезнь какая-то, операция, отклонение от нормы. То есть, сначала создаётся понятие нормы, естественно, в котором входит гетеросексуальный, гетеронормативный, женственный, мужественный и соответствующий, кстати, этим женственности или мужественности и так далее. И потом создаётся, и всё, что не входит в этот пузырёк нормы, нормальности, является патологией или ненормальностью. Ну и вот, а ненормальное, понятное дело, нужно лечить, потому что мы же ведь стремимся в светлое будущее, которые лишённые патологии, то есть мы пытаемся расширить сферу влияния этой нормы за пределы, так, чтобы в конце концов всё существующее в пространстве, вся Вселенная стала нормальными. Ну и получается, тут как раз медикализация, опять-таки, это вера в то, что мы можем излечить, то, что ненормальное, а значит, нужно искать, нужно вкладывать деньги в это, всё вместе связано. Вот, и немного тогда о Фуко и Баумане. Особенно Фуко — это имя такое, которое у всех на слуху, в принципе, насколько я знаю. То есть все когда-то слышали, где-то слышали о Фуко, возможно, слышали также о том, что он написал историю сексуальности в четырёх томах, насколько я знаю. Очень интересные вещи писал, радикал, такой интеллектуал французский. Ну, это, в принципе, всё верно, то, что знает о нём. Это французский философ, теоретик культуры, я тоже зачитаю, и историк. Вот, самый главный — это историк. Книги Фуко о социальных науках, медицине, тюрьмах, проблеме, безумие и сексуальности как раз-таки сделали его одним из самых влиятельных мыслителей XX века и одним из моих любимых мыслителей. То есть он проблематизировал создание клиники, создание тюрьмы, тюрем каких-то там, и дисциплин, понятие дисциплины — это такие нормы и патологии. Вот, и мне кажется, он очень важен для активистов, наверное, также, и для политических исследователей и так далее, пытающиеся понять источники или корни ситуации, в которой мы находимся сейчас. То есть это, естественно, для тех людей, которые уже рефлексируют и думают, почему у нас вот есть вот такие вот понятия нормы и патологии, почему как бы есть эти бинарности. Вот на этом пути как раз-таки встречается очень часто Фуко, то, что он как раз-таки копнул туда, в самый корень, и попытался раскрыть. Конечно, может быть, много он не смог раскрыть, но много он смог. Вот, Зигманд Бауман — это уже менее известный мыслитель, политолог, но у него тоже очень интересные вещи. И можно сказать, что он продолжатель, наверное, традиции Фуко в некотором плане. Хотя он уходит тоже далеко от Фуко, находит свои работы. Это английский социолог польского происхождения, как можно судить по его фамилии, профессор университета Литца, известен благодаря своим исследованиям Холокоста и постмодернистского консумеризма. И вот самое интересное, мне понравились его исследования о Холокосте, то есть о геноциде евреев во время, и не только евреев, очень многих групп во время Второй мировой войны и нацизма в Германии. Чем интересен Бауман в своих исследованиях Холокоста? Тем, что он связал сам феномен Холокоста с понятием модерн и рационализация. То есть он говорит, что Холокост — это не позор модерна, это не позор нашей современности, это как раз-таки наивысший продукт достижения нашей современности. То есть как раз-таки то время, в котором мы живём, оно и стало предпосылкой для существования, для возможности существования Холокоста, появления Холокоста. То есть он, получается, в каком-то плане перевернул с ног на голову, то есть люди обычно изучают Холокост — это величайшее безумие нашего века, вообще как бы это что-то такое, это патология, это аберрация. На самом деле мы хорошим и добрым, мы стремимся к светлому, к доброму, к такому прогрессивному, опять-таки, будущему. Но именно это стремление, оно и позволило создать такую ситуацию, в которой бесчеловечные, нечеловеческие вещи сделались предметом научных расчётов, выкладок, как лучше всего истребить наибольшее количество людей. То есть как раз-таки прогрессивизм, наука, медикализация — это всё вместе пришло, и мы видим то, что получилось. И, получается, Бауман в своих работах пытается предупредить или попытаться открыть глаза, может быть, или не то, что открыть глаза, а хотя бы повернуть голову в ту сторону, от которой мы стараемся отвернуться. и рассказывать о тех вещах, о которых мы не хотим думать. Мы, я имею в виду, как вообще человеческое общество. Это мои теоретические, академические и активистские вдохновения, откуда я черпаю свои мысли для этой серии. Ну и основные термины, которые я хотела обсудить с вами сегодня, это, естественно, «власть», «знание» и «дискурс». Перед этим, конечно, хотелось бы опять таки обсуждать, как вы думаете, что такое «власть»? «Пауэр». Ну вот «власть» — это, конечно, не самый лучший перевод понятия с оригинального языка, это «пауэр», но это самый близкий. Что подразумевает это понятие «власть»? Можно любые ассоциации, просто мы сейчас играем в игру «мозговой шторм». Все пойдет. «Умение влиять и управлять». «Влиять и управлять». То есть влияние и управление одним человеком или какой-то группой людей, да? Принимать решения на разных уровнях, да? Абсолютно разных. То есть у нас есть власти в семье, где есть там монарх, мама или патриарх, не знаю, папа, который решает семейный бюджет и так далее. И есть, естественно, президент или там королева Британии. Хотя она ничего не решает, но да, будем считать. Образ власти. Да, образ власти, симптомы есть. Что еще может включать в себя власть? Спасибо. Ассоциация, что распоряжаться. Я хочу сказать, что все распоряжение, по-моему, 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 по-моему. То есть у вас стало думать о том, что кто-то власть в будущем, кто-то знает, кто должен быть. Абсолютно, абсолютно. Вообще супер. В принципе, я к этому как бы и шла. Очень здорово. У вас прям, не знаю, интуитивно получилось, мне кажется. Или, не знаю. Может, мы на одной волне. В принципе, все высказанные мнения, которые сейчас прозвучали в эфире нашей лекции или обсуждения семинара, они верны. Но просто для нашей дискуссии я, наверное, проведу некую грань. То есть понятие о том, что определение власти как феномен или влияние, управление другими людьми, одной группой людей или одним человеком определенным. Это власть, которую можно охарактеризовать как власть монарха, власть саверина. То есть это может быть, это не обязательно действительно монарх, как в Британии или еще что-нибудь. Это может быть действительно институт президента, институт парламента и так далее. То есть есть группа людей, у которых вроде бы есть какие-то правила, ограничения, но в принципе это вот группа, у которых наибольшее количество атрибутов власти. И они могут решать за остальных. И считается, что это основной вид власти или основной тип власти, который существует в наше время. Но Фуко проблематизирует этот вопрос. И снова я с ним согласна. Понятное дело, почему я и рассказываю. То есть в своих книгах он поднимает вопрос власти не как власти саверина или монарха, а как власти дисциплины, власть порядка, власть каких-то механизмов, правил, предписаний. Это дисциплинирующая власть. И его понятие власти, оно в некотором плане революционное, потому что оно говорит о том, что эта власть не сконцентрирована в одном человеке или в нескольких людях, или даже в сотни людей, как в парламенте. Это власть, которая невозможно проследить до самой сердцевины. Если раньше, когда у нас была власть саверенов, мы могли сказать, вот этот человек является источником власти. Если мы его убьем, если мы его свергнем, то будет круто, настанет лучшая жизнь и так далее. Может быть, раньше так и было, а сейчас это невозможно. То есть мы убьем этого саверена, на его место появится другой саверен. И без разницы, из какого он контекста вышел, какая у него семья и так далее. Или у нее семья. То есть эта власть, это понятие власть, невозможно так же проследить сверху вниз. То есть вот есть я, потом есть субъект или объекты власти. То есть для Фуко власть, это такое аморфное явление, похожее на сеть. Большая такая сеть, которая, в принципе, всех опутывает. И согласно этой сети, ну или этому определению, во власти этой власти находимся все мы. И мы все одновременно являемся порабощенными и поработителями. Мы одновременно являемся субъектами и объектами этой власти. И вот это очень интересно, мне кажется. То есть часто люди думают, или мы иногда думаем, когда не рефлексируем, естественно. Может быть, в момент хочется себе пожалеть и подумать, вот какое там слава, вот меня поработили. Ну не обязательно физически поработили, а каким-то другим образом и так далее. Но на самом деле такого разделения ролей уже нет в наше время. Раньше это было тоже, то есть это старое определение власти. В наше время этого нет. И вот эта власть дисциплинирующая, власть правил, распоряжений, предписаний, она тоже появилась больше. Но она стала набирать силу в эпоху Просвещения. Может быть, чуть-чуть раньше эпохи Просвещения. Ну, разделась в эпоху Просвещения. И то есть это опять-таки связано с модерном, опять связано с понятиями научности, позитивизма, конструктивизма и так далее. Так, я запуталась, нет, не запуталась, в смысле забыла отнесение рассуждения. Вот, да, то есть нет господина, монарха и его подчинённых. Мы все в какой-то степени являемся и монархами, и подчинёнными. И в каком плане, слухой это говорит, то есть это очень интересно, конечно, звучит, да. Но, может быть, в реальности мы можем думать о том, ну, как это может быть, мы можем увидеть в реальности. В реальности можем увидеть, это очень легко. То есть, когда мы, любой человек, люди вообще, в целом, известны своими оценочными суждениями. То есть мы всегда постоянно оцениваем всё. Мы оцениваем безопасность, опасность, привлекательность, непривлекательность, увлекательности, интеллигентности, неинтеллигентности и так далее. Очень много всяких вещей, что мы оцениваем. Мы, в принципе, оцениваем всё. И как раз-таки вот этот процесс оценки и реакции, и соответствующего поведения на эту оценку является как раз-таки инструментом этой власти. То есть нас оценивают, нас порабощают. И мы оцениваем, мы порабощаем какого-то другого. Мы говорим, какой-то мальчик, женственный, ненарный гей или пидор. Всё. Мы, получается, использовали свою власть на этого человека. Если мы это сказали особенно громко, в присутствии целой группы. Потому что они начинают, да, да, смотрите, какой-то пидор, или ещё что-нибудь такое. И начинают общаться, начинается опускание вербальное этого человека. То есть начинается со слов вроде бы вербально, а доходе может дойти уже и до невербального, то есть до физического. И таким образом власть, она как бы так и есть. И эта власть дисциплинирующая в каком плане? В том плане, что эта власть предписывает нам, кто мы, что мы, и что мы должны делать. Что правильно, что неправильно делать. Что норма, что патология опять-таки. Естественно, так как мы живём все вместе в этом человеческом обществе, мы стараемся стремиться к норме, к позитивному, к хорошему. Мы стараемся быть частью большого, светлого человечества. И поэтому мы стараемся подавить, что в себе, что в других, признаки того, что не является нормой, не является правильным, не предписано. И эти предписания, конечно, это другой тоже вопрос. Предписания, это законы, конечно же, это правила, юридические или неюридические. Это также, естественно, традиции какие-то. Но в той же степени правилами и предписаниями являются стереотипы, являются наши мысли о чём-то вообще в целом. То есть наша мысль. И здесь очень интересен будет, наверное, пример паноптикума. Вы знаете, что такое паноптикума? В общем, это очень такая тоже интересная. Хотя я раньше тоже думала, что это чем-то связано, каким-то образом связано с кунсткамерой. Может быть, это просто такие слова, которые такие непонятные. Обычно, ты думаешь, паноптикум, в концептальном, наверное, это одно и то же. Но потом, когда я больше почитала на эту тему, это теоретическое или политологическое упражнение, предпринято Уильямом Бентомом. Это английский политический философ. И он был на службе у королевы. Или у короля, не помню. И что он предложил? Он предложил паноптикум. Или по-английски это паноптикум, по-русски паноптикум. Что такое паноптикум? Паноптикум – это идеальная тюрьма. То есть это идеальная тюрьма в форме круглой башни определенной. И он все настолько обосновал. И в принципе, я удивляюсь, почему у нас до сих пор нет этих паноптикум. Потому что это действительно очень дешевый метод свежения, тюрьмы. Это очень, в общем, это очень дешевая тюрьма. То есть там не нужно платить стражникам, там не нужно платить за что-то другое. Ну там, естественно, основные инфраструктуры нужно поддерживать, еда и так далее. Но, по крайней мере, зарплаты не нужно платить стражникам. И в чем заключается главная идея паноптикума? Вот это круглое здание такое, в котором камеры заключенных расположены по периметру. А внутри этой башни находится тоже еще одна такая, вроде бы, сторожевая башня. То есть вот что-то внутри. И все заключенные находятся в этих камерах, которые расположены по периметру. И самое главное, ну естественно, там о правах человека не было даже и речи в то время. И предполагалось, что не будет двери какой-то, которые будут закрыты. То есть будут решетки, но не будет такой сплошной двери. И все будет видно, всем друг другу будет видно. И основная мысль была в том, что внушить заключенным, идея о том, что за ними постоянно в какой-то момент наблюдает стражник со стражевой башней. Он может постоянно спускаться вверх-вниз, вниз по разным уровням, смотреть, кто что делает. То есть это было в каком-то плане психологическая тюрьма. И основной, наверное, фишкой этой идеи по моптикумам было в том, что достаточно сказать об этом заключенным, а стражников и не нужно. Потому что они будут сами друг за другом наблюдать. Если кто-то что-то пытается сделать, кто-то пытается вырваться оттуда, или ведет себя неправильно, не согласно предписанию, они обязательно пойдут на жалую. Это в тот же век, когда был Джон Стюарт Милл. Это, наверное, 17-й век. В общем, давно. Но идея такая классная, оптимизирующая идея. Как раз-таки в рамках традиции... 1791. Я всегда путаю 17-й, 18-й. Если 1791, значит 17-й. И почему я рассказала пример по моптикуму? Потому что Фуко также рассматривала этот вопрос и многие другие мыслицы, естественно. И они приходят к выводу, что мы на самом деле сейчас живем в обществе по моптикуму. И это особенно видно в обществах западных. В нашем обществе этого пока еще не видно. У нас это еще считается стукачеством. Наверное, это больше советское прошлое, когда могли послушать, ой, стукач, и так далее. А на западе, во многих западных странах, это считается нормально. То есть есть такие понятия даже. Neighborhood watch, да? То есть наблюдение или сторожевые соседи. Или соседское сторожевое сообщество. То есть понятие whistleblowing. Да, или whistleblowing, да. То есть они определяют территорию. То есть то следующее. Это поощряется. Это поощряется. Это даже в принципе не финансово. То есть сразу проводятся какие-то морализаторствующие разговоры психологические о том, что это вам же нужно для безопасности, вашего же сообщества, вашего соседства. Поэтому следите за тем, чтобы какие-нибудь непонятные типчики криминальные не воровали ваших детей. Начинать с этого. Потом не вели себя как-то странно, не одевались альтернативно, не пили, ну и там не говорили. Стыкали гасло. Да, да, абсолютно. Вот. И в принципе это как раз таки тот самый поноктику, о котором я говорю. То есть не нужен даже стражник. В этой власти не нужен стражник. Не нужны люди с кнутами, погонятели, да, которые будут говорить, не делайте то-то, не делайте это. Мы сами друг за другом сидим и говорим, ну, что-то он как-то со странно ведет. Ну, а это, наверное, это повлияет на это или еще что-нибудь. Нужно остановить это вовремя, пока это не перешло границу. Удивительно, вот, что наиболее прочь, сравнивая, вот, как у нас люди живут, да, и как там, и, грубо говоря, думаешь, у нас, наверное, не будет так работать, потому что высокие заборы, да, вот сейчас у всех делистов, мы все равно, но даже если у нас нету этих соседских дозоров, у нас есть другие методы по ноптикуму, то есть мы, это опять-таки, это стереотипно. А что скажут люди? Да, вот, самое главное, что скажут люди. И особенно, среди кыргызов есть тоже понятие на мыс, например, то есть, о, ну, ты не знаю, вот кто читал Урсулу Легуин, у нее есть книга «А левая рука тьмы», и там, в общем, разные понятия, есть понятие «шиф-гретер». Шиф-гретер – это вот что-то типа кодекса чести, то есть, это какой-то статус, говорю, я представляю себе как в компьютерной игре, да, то есть, где есть такая, не знаю, столбик, который идет вверх-вниз, в зависимости от того, что человек сделает. Вот это точно такой же столбик, столбик чести, столбик гордости. Да, да, и в зависимости от того, как себя поведет тот или иной член семьи, или ты сам, или сама, этот столбик будет повышаться или помышаться, в глазах других, естественно. То есть, если других нет, смысла в этом столбике тоже нет, он отпадает. Но не бывает возможности, чтобы мы были одни просто, мы живем в обществе, в человеческом. Поэтому, вот, это наш личный центрально-азиатский паноприкум. А что скажут люди, и шип-гретер? Я говорю, паноптика иногда в самом себе иногда. Да. Сколько люди бывают в себя держат такие навыки, что даже не обязательно в жизни самому себе не позволяющие. Да, да, да. И вот как вы думаете, почему это происходит? В принципе, ну как бы в свете того, что мы обсуждали сейчас. То есть, почему мы не позволяем себе делать то, что мы хотели бы, ну что нельзя. Потому что с детства нам навязывают некие рамки, воспитание, окружение, вот эта вот солидарность. Кто-то не делает этого, значит, я этого не должен делать. Это, с одной стороны, очень хорошо. Ну да, то есть, в принципе, это страх быть выгнан из-за нее стаи. Да. Да, да, да. Белой вороной. Вот интересно, вот, а есть ли у этого страха что-то, что-то конструктивное в этом страхе? Особенно, ну вот в нашем, в нашем обществе. я считаю, страх должен быть на уровне того, что ты должен понимать, что если ты спрыгнешь старышей, либо ты за кем-то повторишь, вот это правильный страх. А страх того, что вас не примут, например, вот вы решили все-таки последовать своему внутреннему позыву? А так и нужно всегда поступать. Следовать? Да. Да, классно. Не важно, тебя оценят правильно или нет, никогда не угодишь всем сразу. поэтому не назвали. Вопрос был, если вопрос четко был сформулирован, четко конструктивный для того, страха, потому что это просто неожидательно. Но настолько ли это актуально сейчас? Мне вот интересно. Если вы говорите про пользу. Да. Ну то есть есть польза, естественно, но насколько это актуально сейчас? То есть я понимаю, что это было актуально в века, когда там люди, дети особенно, быть зависимы от родителей. Сейчас они тоже зависимы, но насколько я знаю, люди уже в 17 лет начинают зарабатывать деньги, может быть и раньше. Да и в принципе это уже не настолько важно, как раньше. То есть насколько это обосновано действительно? страх это пережит от прошлого настолько давнего, это когда вот эти вот люди хотели охотиться там на тем же животных, тогда оттуда все к нам пришло. Да, то есть быть частью стаи или толпы было выгодно раньше, когда какой-нибудь огромный лидер, вождь принесет тушу мамонта, и мы все вместе будем кушать, потому что мы частью толпы. в стадах нет ничего хорошего, даже если они бегут за тобой. Ну да. Я считаю, что есть у этого страха, я не знаю, у этого стремления к норме и стремления не выделяться по-моему очень рациональные основы в нашем обществе, то есть просчитываемое человеком. Как бы вот этот народ, это не просто какой-то там народ, то есть это семья в первую очередь, затем это второй ряд родственников, тети, дяди, трети, четвертый, десятый, вплоть до соседей. На самом деле мы живем в таком обществе, в котором общества как бы нет, общества как института, в котором бы отдельный человек мог социализироваться, заводить новые связи, выстраивать какие-то новые отношения, быть субъектом, конструирование своей собственной судьбы, то есть это общество просто не предоставляет этих инструментов, да, то есть рождаясь в семье, он становится сыном, племянником, выходя замуж или женившись, он становится там, соответственно, зятем или невестой и так далее, и выгодить. И мы должны соответствовать этим ролям, потому что это единственный способ социализации человека, ну, то, как я могу набереть за общество, кто бы станет, не станет, никаких других способов социализироваться в этом обществе, да, реализоваться, на самом деле человек практически не может, даже вот. Таким образом, как бы, человек прекрасно понимает, что если он будет блудным сыном, условно, да, вот в своем этом огромном семье стаде, да, то значит, он будет лишен поддержки, значит, он будет лишен поддержки в тяжелых ситуациях, потому что он не может быть, ты не можешь быть там независимо лечиться, например, да, это нельзя, значит, если ты попадешь в больницу, ты можешь быть оседлением сознательно, ты понимаешь, что тебе нужно, чтобы приходили бабушки, тети, дяди, тебе приносили еду, потому что не до бог ты окажешься в больнице, ты там не сможешь просто выжить без этих, без родственников, да, то есть, вот эти вот абсолютно базисные, фактически, как бы, сведенные до уровня инстинктов ощущения выживания вот в этой среде, они заставляют людей нерефлексивно вот следовать всем этим паттермам, ну, формам поведения, да, которые вообще просто иррациональны даже с точки зрения современной логики жизни, они избыточны, излишны. Купа здравого смысла, да, то есть, они лишены даже, на самом деле, они лишены даже здравого смысла, да, то есть, сегодня, делать свадьбу, да, и кормить кучу родственников, да, то есть, с точки зрения, как бы, рациональности жизни это бесполезное дело. Это иррациональность. Сегодня есть ресторан, понимаешь, можно пойти в ресторан, можно встретиться с людьми, с которыми тебе приятны, и с ними провести время, а не собираясь кучу своего этого всякого разношерстного народа, который тебе лететь не хочет. соблюдать ритуалы бессмысленно. Или, в Грузии, вот, например, как бы, у любого обряда или традиции, когда она возникала, у нее существовала рациональная основа, это готовить в три раза больше, чем нужно, имело смысл, потому что потом этим питались еще в течение времени, раздавали соседям и так далее. У этого была какая-то экономика, да. сегодняшнее вот это вот хлебосольство на столах, так вот это отпускает пыль в глаза, оно не имеет никакого смысла, люди не голодают, те, кто позволяет себе делать такие свадьбы, они не голодают, и не нужно там один раз, полгода пожрать свадьбы, то есть нет никакой рациональной основы у этих действий, но они продолжают существовать. И это как раз в принципе пример, наверное, вот этого шиф-гретера, что скажут люди, что скажут люди, то есть он должен идти вверх, как видите, лучше всего, если этот столбик заполненный, красная жидкость, или зеленая. Хотя, конечно, было бы интересно подумать, было бы интересно упражнение, надо подумать о том, как можно найти выход. Я очень долго задавалась этим вопросом в своих академических бумажках, потому что когда училась, часть моего академического опыта, и единственным выходом, который я тоже видела, ну и, естественно, это не я сама придумала, это Фуко, великий мой, вдохновляющий, предлагает, что, подождите, давайте я до этого дойду до конца, потому что нужно еще обсудить знания, нужно еще обсудить дискурс, и как это вообще все связано, все вместе, но вы мне напомните, потому что, в моем плане нет этого, но есть интересные мысли у Фуко, я думаю, было бы хорошо обсудить с нами. Вот, сначала знания, но про знания в принципе я много говорить не буду, знания мы все знаем, что такое знания, хотя, давайте посмотрим, то, что знает о знании, кто же думает о знании. В советском языке вспоминается знание – сила. Да, 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 knowledge is power. Не только совет. Как оказывается. Как оказывается, да. Но в советской действительности он крайне часто встречал. Знание – сила, знания – сила. Еще с другой стороны можно это рассмотреть как знания-власть. Власть. Да. То есть, знающий может говорить, что может как-то управлять свою жизнь. Правым мужем. Ну, это мир обумел. для нас знание, понятие, концепция знания важна не в бытовом смысле, а в политическом. И в этом плане, что я имею в виду, это, например, знание или понимание понятия угнетения, опрессии, давления, угнетения, порабощения и так далее. Знание этого процесса, а также понимание этого процесса и методов, которые это угнетение используют в своем угнетении. Эти методы, это, я не знаю, эксплуатация, гегемония, что-то еще не было. Принуждение, доминирование, насилие физическое, психологическое и так далее. Знание всех этих методов и самой концепции угнетения позволяет нам бороться против этого угнетения, если есть желание. Ну, или, по крайней мере, противостоять. Ну, или, если нет никакого желания, ну, просто хотя бы знать, удовлетворяться тем, что я знаю. Вот сейчас происходит вот этот метод. Может, некоторые люди получают удовлетворение просто от того, что они знают это. и, ну, как бы, необязательно всем быть активистом. Ну, то есть, что знания можно рассматривать как альтернативу, то есть, как у тебя есть знания, где есть любая. Почему, если, если, например, секретарное общество, хотят что-то, ну, нарезать, или сделать пропаганду, они сразу забывают наиболитию, это же... потому что, чтобы они начали знать информацию, ну, если у тебя не есть, то есть... Вот, абсолютно. То есть, если мы знаем, что необязательно, чтобы все было... То есть, я не знаю, это очень такой банальный, наверное, например, если мы живем в такой темной комнате, мы считаем, что вот все так и должно быть. Мы постоянно натыкаемся на какие-то вещи, об углы, стулья, кресла, сломанные, колченоги, какие-то такие... И для нас это уже становится нормой действительности, нормой реальности, и мы уже такие, ну, ой, блин, на 5-е, абсолютно как обычно. А если включить свет, это вот альтернатива, да, и мы начинаем видеть, о, ну, можно вот так обойти, там, можно вообще выйти из этой комнаты и свалить, нафиг, там, куда-нибудь далеко, где хорошо, и нет этих толщинных стульев. То есть, это знание, знание, как раз-таки, оно, оно, вот, опять-таки, я не люблю эти американизмы, ну, просто на русском языке нет этого понятия, вот есть empowerment, да, то есть, когда меня наделяет властью, наделяет силой решать, принимать решения за себя, информированные решения, которые дают мне свободу, в каком-то плане, они освобождают меня от действительности, от атаков, навязанной действительности. То есть, я выбираю, я могу или остаться здесь, потому что мне лень искать другую комнату, или, если мне не лень, мне интересно, я могу выйти из этой комнаты и найти другую комнату. Не факт, что я найду лучшую комнату, но я, по крайней мере, пойду поищу. Ну, то есть, да, я соглашаюсь с верметом. Ну, и третье понятие, которое я сегодня хотела обсудить, это дискурс. Вообще, дискурс, оно очень такое сложное понятие. Часто меня спрашивают, что такое дискурс, и так далее. Я, в принципе, пока не думала об этом, просто интуитивно понимала на основе чтения и обсуждение с другими своими коллегами. У меня было это понятие, но мне было всегда сложно объяснить не академикам, не магистрантам и так далее, которые уже не обсуждают этот вопрос. И поэтому я посмотрела, поискала информацию. И, в принципе, дискурс, первоначальное значение этого слова, это беседа или дискуссия о чем-то. То есть, это беседа. Вот мы сидим, вот у нас сейчас, в принципе, происходит дискурс, в обычном, в оригинальном значении этого слова. Мы обсуждаем с вами какой-то вопрос, мы обмениваемся мнением. Вот это такое бытовое понимание слова, понятие дискурса. Но, когда мы говорим о таком бытовом понимании слова дискурса, когда мы говорим о беседе в Некребанде, мы говорим о том, что было сказано. Например, если я попытаюсь пересказать наш дискурс, нашу беседу, я буду говорить, вот потом я сказала это, а они сказали то-то. На это я им сказала это, а они вот так вот прореагировали, а они не отреагировали. То есть, это обычная беседа. В этой беседе важно, что мы сказали. Но, когда мы говорим о дискурсе, Мы говорим не только или не столько о том, что было сказано, а о том, кто это сказал, как он это сказал, каким он тоном это сказал, в каком контексте он это сказал, в ответ на что он это сказал и так далее. То есть мы говорим не только о произносимых словах или о произнесенной концепции какой-то, мы говорим о более широком контексте, в котором это всё было произнесено. То есть мы принимаем это всё во внимание и анализируем это. То есть, естественно, понятное дело, есть разница того, как я скажу, «я тебя ненавижу» или «я тебя ненавижу». Не знаю, ну как-то глупо так получилось, но это тон, в некотором плане. Или, например, если это говорит мне моя мама, «я тебя ненавижу, какая ты плохая» или «кровный враг», «я тебя ненавижу, я тебя убью» или ещё что-то такое. То есть это абсолютно разно. То есть мы уже здесь говорим о том, кто это сказал и как он это сказал. В ответ на что он это сказал. То есть вызвала ли я эту агрессию или это было что-то невызванное мною. То есть мы воспринимаем это всё, мы должны проанализировать это, когда мы говорим о дискурсе, о таком академическом, политическом, философском дискурсе. И дискурс в этом плане очень важен для нас. Почему? Вот именно в нашем контексте. Потому что язык и знания, которые вовлечены в дискурс. То есть в дискурсе что происходит? Мы говорим определённым языком, общим языком. То есть будет странно, если я буду говорить с вами на марсианском, вы меня не будете понимать. Тогда у нас не получится беседы, у нас не будет дискурса. Ну и также в дискурсе мы обменившись знаниями. Я вам говорю что-то о фукошке, только как я его обожаю, и концепции, которые меня больше всего волнуют. А вы там говорите мне что-нибудь, например, о нитше, или ещё что-нибудь. Кто-нибудь мне скажет что-нибудь про марсиангельцы, про намыс. То есть мы обмениваемся знанием. То есть понятное дело, что дискурс состоит из языка и знания. А эти два понятия, две концепции, в свою очередь, очень сильно завязаны с властью, с концепцией власти, которую мы обсудили в самом начале. Речь и письмо, они не являются в дискурсе. Это не просто констатация фактов или коммуникация фактов от одного человека к другому. Важно обсудить, важно понять, кто решает, что должно быть сказано. Я даже это зачитаю, потому что не хочу запутаться. Такая логическая цепочка. Важно, кто решает, что должно быть сказано. А тот, кто может решать, о чём нужно говорить, также решает, что можно и должно знать нам всем. Потому что мы решаем. Скажем, если я гегемон, саверен, я решаю, что может быть сказано в этой комнате. В принципе, это и происходит сейчас. Так как я лектор, я составляла повестку дня. Я решаю сейчас, что будет сказано, а что не будет сказано. И таким образом я также, в принципе, о, вау, я в роли гегемона. Круто. Интересное ощущение. Что у меня обычно его нет. И я, получается, как этот гегемон, как руководитель нашей дискуссии, нашего процесса, я также решаю, что вы можете знать и что вам нужно знать. Может быть, есть какие-то концепции, которые тоже важны, в принципе, для гендерного ликбеза. Но я вам не говорю, и вы о них не будете знать. Потому что я считаю, что это, в принципе, не важно. Или, может быть, я считаю, что это опасно для моего авторитета. Не знаю. Гегемона. Вот. И, в принципе, я, как человек, или как тот, кто решает, что можно и должен знать, в принципе, получается, решаю, как вы думаете и кто вы есть, в конце концов. То есть, возможно, я сегодня кого-нибудь вдохновлю на то, чтобы они решили, вот, всё, паста. Хватит мне там скрывать всё, что у меня там внутри. Я пойду и буду тем, кто я есть. То есть, я, получается, как-то повлияла. Я использовала свою власть над вами. То есть, это такая, очень такая классная цепочка. И, в принципе, это так в жизни и происходит. То есть, как раз-таки здесь мы и понимаем основную... Ой, вот это... Извините. Я потом не отвечу. То есть, мы в процессе дискурса, в процессе власти и общения, обменивания этой власти, то есть, мы договорились о том, что мы друг на друге используем эту власть. Мы используем эту дискурс, мы используем знания в этом плане. Если мы знаем, кто что использует, какие методы используются, то есть, мы можем освободиться из этого болота. Вытащить себя как Хмельхаузен. И попытаться свалить с болота. И, в принципе, вот как раз-таки в этой связке и появляется, и есть основной смысл сегодняшней лекции. Ну, это не лекция, это, может быть, договорительный семинар введения в тему. То есть, мне было очень важно, чтобы мы договорились о том, что такое власть, что такое дискурс, что такое знание. Ну, и это, конечно, ещё не конец. Взаимодействие между основными понятиями тут нужно поговорить как раз-таки. То есть, мы договорились о том, что такое власть. Власть у нас есть дисциплинирующая, которая создаёт предписания, правила, правопорядок, миропорядок создаёт. Есть знания, то есть, это определённые знания, да, и есть дискурс. Это то, как мы, кто говорит, как говорит, о чём говорит и так далее. То есть, например, опять-таки, если мы говорим о дискурсе, я чувствую, что я не закончила. Мы говорим про дискурс. То есть, есть же разные дискурсы. Есть дискурс, например, если мы говорим о сексуальности, есть несколько разных видов дискурсов о сексуальности. Есть дискурс основной, доминирующий, да, что сексуальность, это вообще-то, ну, это греховное что-то, и вообще она нам дана просто, чтобы было приятно производить детей, чтобы люди как бы не избегали этого и плодились, 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 плодились и так далее. То есть, это основной дискурс, и, а, ну, естественно, для того, чтобы мы плодились, 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 по законам Бога и так далее, нам нужно обязательно быть в браке, то есть вне брака это тоже неправильно, вот опять-таки дискурс, да? Слишком много удовольствия. Да, слишком много удовольствия, и не факт, что они будут произведить детей, а вдруг они будут сохранять его сперму, или что-то еще там будет происходить. То есть есть один такой дискурс, да, основной, есть другой дискурс, согласно которому, ну так, сексуальность это как бы не только для детей, в принципе это для удовольствия, и вообще, что хочу, то и делаю. Есть еще какие-нибудь другие дискурсы, согласно которой сексуальность, это вообще что-то омерзительное, это ужаснейшее, это, я не знаю, это тошнота Сартра, например, не хочу вообще этим заниматься, это слишком много, это слишком насыщенно. Ну, то есть есть абсолютно разные, да? Вот, ну и поэтому для меня, наверное, было очень важно осознать вместе с вами силу этого дискурса, и попытаться вместе с вами разобрать эти различные дискурсы о сексуальности, о гендере, чтобы мы знали об их существовании. Потому что если мы знаем их существование, то мы можем как-то на них повлиять, вот. А если мы знаем, то мы можем повлиять, если мы повлиять, то мы, может быть, как-то сделаем жизнь лучше для нас самих себя. Какая-то эгоистичная. Вот, ну, в общем, взаимодействие. Власть — это дисциплинирующее, созидающее, возможно, потому что оно создаёт правила, правильно? Он создаёт идентичность в некотором плане. То есть есть какое-то правило. Вот есть эта норма, есть, скажем, вот норма такая-то, да, там, пункт 1. Потом есть подпунктики, там, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и так далее, которые объясняют этот пункт 1, что есть норма. И, имея эти предписания, человек, в принципе, может создать самого себя. Вот я хочу быть нормальным, поэтому я буду соответствовать пункту 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и так далее, так далее, так далее. То есть я создала сама себя, потому что я хочу быть нормальным, хочу соответствовать этим понятиям. Таким образом, мы говорим, что эта власть, она, в принципе, созидающая или созидательная. То есть это тоже в этом плане, наверное, была некая, опять-таки, революционность или, там, необычность мышления фукоп. Потому что до этого власть рассматривали всегда, особенно вот, ну, в контексте 20-го века. Что власть, это вот, обязательно, это что-то плохое. Власть нужно передать людям, народу, нужно убрать эту власть от саверена или от монарха. Почему? Потому что раньше монархи могли делать всё, что хотят. Могли отобрать землю, могли подарить землю, могли отобрать жену, могли подарить жену. Могли что хотят, то и делают. То есть людей это злобило, естественно, и они решили, что вот всё, ноу-мо, баска. Больше такой власти нам не нужно. И они вот создали вот власть этих правил, законов. То есть было решено, что лучше пусть вот у нас будет. Мы все вместе согласимся, что вот так-то, вот так-то, вот так-то правильно. Нам это нравится. Или, по крайней мере, мы вынуждены согласиться с этим, потому что это нам выгодно. А вот это, вот это, вот это нельзя делать. Ну и таким образом, получается, и создалась, в принципе, эта дисциплинирующая власть. И эта власть созидающая, ей помогает дискурс или же, иначе говоря, это контроль над знанием. То есть контролируя знание, контролируя правду, истину. Потому что я, как представитель власти или ещё что-нибудь, я могу контролировать это знание, я могу создавать, я могу продюсировать правду, я могу продюсировать истину. Говорю, что истина — это вот это, а вот всё другое — это не истина. Верьте мне, верьте этому. И вот посредством этого я, в принципе, увековечиваю саму себя, саму себя как власть. Вот, и в своей лекции 14 января 1976 года перед студентами публика Фуко сказал о том, что вот эта вот самая дисциплинирующая власть, она является намного более тоталитарной, чем какая-либо другая власть, которая существовала до неё. И это, на самом деле, может быть и ужасно, опять-таки с другой стороны есть. Это созидательно, то есть там нужно подумать и пообсуждать. Но почему он говорит, что он намного более тоталитарный? Потому что, в отличие от власти саверена или в власти монарха, в которой отбирались просто… которая контролировала всего лишь капитал людей. Капитал, там, не знаю, имущество, не знаю, может быть, жизнь ещё чуть-чуть иногда. Послали на войну или могли убить. Эта власть контролирует не только капитал, она контролирует время, труд и поведение людей. То есть оно диктует, как мы должны себя вести, диктует, как мы должны пройти своё время, диктует, как мы должны трудиться, и во имя чего мы должны трудиться и так далее. То есть контролирует всё. Да. Вот, контролирует всё. И вот тут очень интересно, как раз для нашей, наверное, дискуссии, я начну сейчас вот дискуссивную часть, для того, чтобы мы попытались представить себе вот эту самую дисциплинирующую власть в нашей обыденной жизни, в обыденности. И я вот для затравки скажу три института, в которых это наиболее явно прослеживается. Школа, заводы и больницы. Вот как вы думаете, вот особенно школа, да? Не знаю, я когда первый раз читала эту синтенцию Фукофф, я была, школа? Как так? В школе я там научилась всему, что я знаю. Я научилась писать, я научилась читать, я научилась всё там и так далее. Школа такая позитивная и так далее, и так далее, и так далее. Школа это как раз-таки крака, где люди, дети ломают хриты, они не имеют права высказать своё мнение, они в это ставят двойки, а за эти двойки рукают родители. Поэтому с самого детства это начнётся в садике. Да. Личность просто не меняет. Но тут вот очень важен вопрос времени. Школа и особенно школа и заводы. В принципе, больницы тоже самое. В любых институтах, в которых есть время. Важно время. В каком плане время важно? То есть нас детей с детства приучают, потому что в 7 часов, то есть нет, ты должен читать вообще-то в 6, чтобы подготовиться, особенно если ты живёшь там, я не знаю, где-нибудь в Арча-Бешеке, а твоя школа номер 12, напротив тысячи ночей. Тебе нужно стоять в 6 обязательно, пойти вычистить зубы там и так далее, одеться прилично и так далее. Успеть сесть на автобус, который отъезжает в 6-15 с твоей остановкой или в 6-30 с твоей остановкой и потратить ровно полчаса, чтобы добраться до своей школы ровно к 7, чтобы в 7-15 уже сидеть за партой и вот так вот делать. Тебе окажется, что ты абсолютно свободен. Да. Ну то есть это получается с самого начала втискивается, впихивается в голову, вдалбливается в голову, как бы это сказать-то. Представление о режиме. Представление о режиме, да, и ломается более, там не знаю, ну не то, что ломается, как-то пафосно звучит, не знаю, человек действительно вот вдалбливается, не знаю, человек интернализирует необходимость того, что нужно следовать режиму. И вот этот самый уже сложившийся дискурс о том обществе, которое бы давало возможность человеку не следовать этому фрейму, в который оно его вгоняет, да. То есть вот этот вопрос, он как бы, даже вот наша дискуссия, он как бы нам не приходит в голову. То есть нам кажется, что это для того, чтобы разорвать с этим обществом, нужно сделать героический поступок совершить. То есть человек должен его сам совершить один. А в том, чтобы поставить вопрос перед всем обществом, что это неправильно, что это общество тотализирующее, что нужно попытаться построить всем вместе консолидировано другое общество на других основах, он как бы даже к нам в голову вообще не приходит, он не является. Фуко скажет, что это прогрессизм. Да, да, да. Фуко это мысль приходило, кстати. Фуко скажет, что я не говорю, что все плохо, я говорю, что все опасно. На смену одной системы придет другая система, которая будет не менее как бы тотализирующей. Это очень пессимистичный взгляд на самом деле, потому что приходишь к выводу, к такому выводу, что в принципе, что бы ты ни делал, какое бы ты новое, клевое общество не придумал, идеальное, оно в любом случае будет такое же, тем же обществом дисциплины, тем же обществом правил, порядок. Просто эти правила, которые будут выгодны лично тебе и твоему окружению. Ну, скажем, если мы такие либеральные, очень продвинутые, может либеральные, я не знаю, марксистские, еще что-то. Любое общество, которое мы придумаем, попытаемся насадить, и оно не только насадить, вообще преобразовать нынешнее общество в это общество, которое мы представляем себе, оно в конце концов окажется тем же самым. И тут даже, я знаю, пример. Курт Кобейн, да, Нирвана. Вот он начинал, там, гранж-рок, весь такой. Он был абсолютно такой антигламурный, непосредственный, не такой, как все, на самом начале. И все его вначале не воспринимали, да. Потом, что случилось, это стало просто модой. Это был тренд уже одеваться, как Курт Кобейн. Вот такие же безразмерные, крутые свитера, не мыть волосы, джинсы потертые такие. Появился стиль гранж. Да, появился стиль даже гранж, в принципе. То есть я представляю себе, наверное, как ему фигово брод Курт Кобейн, который выступал против гламура и тренда, а в конце концов сам стал иконой гламура. Это опять индивидуальный жест. То есть только одиночка может, как бы, подрывать этот дискурс на какое-то время. Ну или какая-то такая группа одиночек, вроде богем. Я почему-то сам говорю о богем, потому что это одна из очень важных тем для философствования по поводу подрыва дискурса. Ну да, Фуко нас заводит просто в тупик, если честно. Да. В тупик. Вот ты хотела сказать, как тебя Фуко вдохновляет по поводу выхода. Потому что, мне кажется, Фуко нас ведет метафора Фуко – это «белка в колесе», да? То есть это постоянный, для меня в этом случае, это постоянный бег, где бег есть самоценность. Да. То есть нет цели. В некоторых планах. Да. То есть нет цели, ты можешь только бесконечно подрывать, бесконечно заниматься этим подрывом, с постоянным разрушением, которое может, конечно, привести к самому разрушению. Ну вот я, честно говоря, вижу выход, который предлагает Фуко. В принципе, Фуко, кстати, очень много об этом не писал. То есть он очень был скупой на предложение альтернатив. Он был очень хороший деконструктор, да? Ну, выход из вот этого болота, который он написал, из нашей действительности. То есть вроде его читаешь, ты думаешь, да-да-да, ты абсолютно прав, Мишель. А что делать? Да, а что делать? Да, Мишель просто пожимает плечами и про него ничего не говорит. Но есть некоторые высказывания его, которые можно выудить из его интервью, где, я так поняла, есть тоже другие работы, которые соглашаются с этим, да, они тоже высказывают такую же мысль, что, наверное, не наверное, а выход, который предлагал Фуко, то есть это постоянно подрывать, 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 как Георгий сказал, но тут подрыв, подрыв он не может оставаться, то есть после подрыва реально с ним не может оставаться такой же. То есть она, не знаю, я сейчас боюсь запутаться в физике, тем более Даник пришел, Георгий физику хорошо знает, но если я накрою и мне поправлю, я придумаю какую-нибудь другую метафору. То есть вот идет подрыв, да, взрыв какой-то, и происходит же ведь расширение сферы, да? Вот если мы говорим про белку в колесе, это колесо какое-то, это замкнутое пространство, и внутри этого пространства происходит подрыв, ну вот взрыв какой-то. Получается, оно же немножко, если иметь в виду, что это пространство, оно эластичное. Но это расширяется, а потом сожрется. Ну то есть это биг-бэк. То есть получается, если постоянно подрывать, 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 то это изначально узкое пространство, закрытое пространство, оно начнет расширяться. И мне кажется, может быть в этом он видеовыход, То есть мы расширяем, 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 и в конце концов это уже целая Вселенная, в которой мы находимся, в которой всё, в принципе, возможно. Если мы заполняем, то есть, как бы, да. Ну, может, я не знаю, как это посмотреть. Вот так выворачивается, вот так выворачивается. Ну, в общем, разрывы. В этой англии появляются такие разрывы. Верки, вот так, такие. Верки, вот так. Ну вот, но у него более, кстати, оптимистично. Если разрывы появляются, то потом это пространство будет оптимистично. Нет, 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 просто надо же оптимистично. Там ничего, нет ничего, у него уже оптимистично. Да, там там за нём будет на рост ещё больше, ещё и чуть-чуть. На этой петерочке. Ну вот, ну можно, по крайней мере, вместе помечтать и подумать вообще, как можно. Ну можно же всё-таки, правильно скажи? Эксидер физики. Я считаю, что, мне кажется, подрывать нужно не индивидуально. Ну да. Не индивидуальным, а экзистенциальным жестом, да? То есть... Символы и посудонизм. Да, требовать для себя права быть другим, да? В каком бы маленьком контексте или большом контексте ты не находился, да? Кажется, как бы, стратегия должна быть требовать права быть другим для всех. Да. Я ещё хотел... Можно, да, вопросы или комментарии? Я, в принципе, вот, кстати, я, наверное, уже скажу, что я закончила свою сегодняшнюю часть. То есть это была подготовка такая, спахала землю. Но в следующий раз я буду семечки раскидывать. Я не хочу сказать, что я такой... Я тебе благородительство. А, если есть вопросы, как у Георгий... Да, я же не считаю, что я такой прям модернист, да? Я такой адепт модерна. Но мне хотелось бы с тобой немножко не согласиться с твоим определением модерна. Я с просвещением я согласен, да? И я не читал Бауман, но мне кажется, ну, там, Мадонна, Хоркхаймер, да, что, как бы, там, Холокост, Вторая мировая война есть итог, собственно, закономерный. Да, закономерный. Закономерный итог просвещения, да? Этики и философии, и вообще видение просвещения. Но по поводу модерна, у меня, может быть, как любитель авангарда, я не знаю, у меня есть все-таки несколько иное представление о модерне. Для меня модерн – это множество, не отрицающее, как просвещение множество, да? А та мысль, которая стремится к унификации через соединение множества, да? То есть, скорее, синтез, а не подавление, да? В то время как постмодернизм, на самом деле, он не оставляет нам вообще никаких, собственно, перспектив, кроме, кроме, вот, действительно, этого подрыва, причем, как бы, вот, в условиях реальной жизни, в которых мы живем, этот подрыв, он, ну, он обречен на, 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 вот, ты говорила про Курта Кобейна, да? А, там, сколько его этот экзистенциальный, так скажем, жест протеста длился? Сегодня, там, когда у нас есть Facebook, там, новость живет один час, то и твой этот, твой этот трансгрессия тоже живет одну минуту, да? Там, ты через одну минуту, ты никому более не интересен, да? То есть, и можно жить, да, вот в этом пространстве трансгрессивных жестов будет миллиард, да? Каждый способен на этот трансгрессивный жестик, да? Но, как бы, вот эта сила взрыва, да, которую ты метафору приводила в океанскую, она, как бы, уже не такая существенная, потому что, там, 6 миллиардов взрывиков, да, они, как бы, ничего не расширяют, так как каждому он сейчас практически доступен. Вот я, как бы, вот об этом хотел сказать, о модерне, как бы, что ты думаешь, да? То есть, для тебя модерн, получается, просвещение оказывается, как бы, практически идентичное. То есть, я хотел сказать, что коллективно, может быть, нам как-то стремиться к коллективному подрыву, да? Не к индивидуальному подрыву, а что, ну, мы сейчас уже все почитали Фуко, ну, условно, да, имею в виду. Как бы, нам, как, может быть, с чем солидаризироваться, чтобы вместе что-то взорвать, или нет? Или это будет не по фукеанской? Ну, вот это, значит, значит, это нужно. То есть, получается, вот начинается это все с рационального зерна, потом он говорит, что приходит, вот, я представляю себе мир, в котором мы пытаемся коллективно прорвать, и Фуко становится настольной Библией, и всех, вот, а ты читал Фуко? Не читал? Фууу, ну, себе подрывник, вот, 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 что-то такое получается как-то. И поэтому, я вот, не знаю, я не очень верю, честно говоря, в коллективное, но, с другой стороны, индивидуально, я тоже с тобой согласна, то есть, индивидуально маленькие взрывики тоже, к чему они могут привести, и приведут ли они, не знаю, думать о том, что, вот, мы достигнем нирваны, или еще чего-то, ну, уходить вообще в эскапизм, да, какой-то там, религиозный, духовный, спиритуальный, не знаю, тоже это не выход. И выход нужно, я не знаю, это нужно всем вместе. Спасибо.